Здравствуйте! Съемочная бригада программы Агросектор в эти дни базируется на ВДНХ. В Москве проходит 21-я всероссийская агропромышленная выставка «Достижения сельского хозяйства России». В ее работе активное участие принимают дагестанские сельхозпроизводители. В Москве на ВДНХ закончил свою работу крупнейший российский сельскохозяйственный форум, традиционно объединивший в себя выставку «Достижения аграрной сферы» и деловую площадку, где строится бизнес-коммуникации и возникают партнерские отношения. «Золотая осень» проводится ежегодно и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году в ее работе приняли участие около полутора тысяч компаний из разных стран. То, что традиционное мероприятие набрало необычайную популярность, и что российское сельское хозяйство оказалось в зоне массового интереса, было понятно уже в день ее открытия. Это хорошая традиция проводить «Золотую осень» перед празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Успехи в развитии нашего агропрома, которыми мы действительно и по праву гордимся, достигнуты весьма нелегким трудом. И этот праздник дает нам, самое главное, возможность искренне и от души поблагодарить людей, которые работают на земле, выходят на православных судах в море, пекут хлеб. Я сердечно поздравляю вас с праздником. В приветственном слове премьер-министр поздравил участников с открытием выставки и обозначил основные вызовы на глобальном продовольственном рынке. Затем лучшим работникам отрасли вручил государственные награды и присвоил почетные звания. Дмитрий Медведев сообщил, что по итогам прошлого года Россия заняла первое место в мире по эксперту пшеницы – порядка 44 миллионов тонн. Есть прирост поставок за рубеж и по другим позициям – по рыбе, по морепродуктам. Объем экспорта рыбы и морепродуктов за 9 месяцев этого года составил приблизительно 3,7 миллиардов долларов. На мировом рынке есть спрос и на нашу продукцию пищевой промышленности. Здесь на золотой осени всегда очень хорошее настроение, скажем по-честному. Это, наверное, один из самых приятных форумов, одна из самых приятных выставок, потому что она создает позитивные эмоции. Даже когда прогуливаешься по ее территории, все улыбаются. Видны результаты труда, причем результаты труда, которые у любого человека вызывают положительные эмоции. Ну и экспозиция, и целовая программа выставки с каждым годом становится все более и более насыщенной, разнообразной. Мы говорим не только о достижениях, таких как фактическое обеспечение продовольственной безопасности страны, но и о новых проектах, о приоритетах. Со следующего года стартует новая государственная программа, по которой мы продолжаем строить жилье, дороги, проводить газ, воду, благоустраивать сельские территории. В общем, стараться делать все, чтобы на селе жить было не менее комфортно, чем в городе. Хотя это и требует больших затрат и серьезных усилий. По итогам золотой осени правительство Республики Дагестан удостоено гран-при за вклад в развитие выставки. Свыше 70 медалей на счету дагестанских сельхозпредприятий. На всероссийском смотре достижений аграрной отрасли делегацию республики возглавляли заместитель председателя правительства Республики Дагестан Абдул-Муслим Абдул-Муслимов и министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Абзагир Гусейнов. Всего Дагестан на масштабном мероприятии представили более 30 предприятий республики. Особо хотелось отметить, что в предстоящем развитии сельских территорий Дагестан находится большое место. Государство принимает решение облегчения белых финансирований. Комплексная программа развития сельских территорий позволит реализовать, выходить уровень благополучия дагестанских сель. В очередной раз мы об этом говорили, сейчас уверен, что все будет исключено. Более 30 дагестанских сельхозпроизводителей принимают участие в работе Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019». Здесь на нашем стенде представлены, как обычно, это наша алкогольная продукция, чин из горных трав, курдюк, урбеч, брынза и многое другое. Дагестанские предприятия в рамках 21-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019» в Москве подписали семь соглашений с зарубежными и отечественными партнерами из Ирана, Азербайджана, Киргизии и регионов России на общую сумму около 2 миллиардов рублей. Сельхозпроизводители привезли в столицу широкий ассортимент продуктов – соки, минеральную воду, винодельческую, консервную и плодовощную продукцию, чьи из горных трав – продукты птицеводства. Свой экологически чистый товар привез руководитель птицекомплекса «Батыр Броллер». Выращивание на бугле птицы – это технология французов, потому что им позволяют их климатические условия. Многие предприятия старались это делать и в центральной полосе, и в других регионах Российской Федерации, но, к сожалению, климатические условия не позволяют этого делать. У нас это позволяет, мы будем это нарашивать. Это премиальный бренд. Мы очень хорошо начали сотрудничать с московскими ресторанами и сетями. Мы будем это дальше развивать. Пока не могу сказать, сколько тонн это будет производиться, но будем эту линию развивать. Разница – это первая птица выращивается на бугле не 40 дней, а 90 дней. 40 дней – это броли, а 90 дней. Низкопитательные корма, без антибиотиков, совершенно как обычная деревенская курица. Мясо абсолютно другого качества, по-другому созревает 90 дней. Это другой продукт абсолютно. Это товар уже эко-класса зеленой-зеленой линии. Соответственно, пользуются особым спросом в ресторанах Москвы. У них уже есть сегодня поставки в Москву, в сетях ресторанов. И они планируют расширить этот объем, причем не только на собственных площадях, но еще и на тех личных подворьях, которые у нас имеются вокруг них, которые простаивают, которые могут давать реальный объем товарного производства. Соответственно, наша задача их поддержать, сделать это все формализовать, сделать кооператив и на кооперативном обстановке заниматься тем, чтобы вокруг них, как вокруг ядра, организовать зону производства. А за сбыт будет отвечать, естественно, самого предприятия, которое активно развивается, активно заходит на международные рынки. Плюс к этому, это предприятие занимается еще и выращиванием собственной птицы, то есть суточный цыплят производят из племенного яйца. Его знают почти в 25 регионах нашей страны. Соответственно, вся цепочка от производства яйца, производства суточных цыплят, производства мяса птицы, производства кормов здесь представлена. И вот именно хотим нацелить наших инвесторов на вот такие проекты, которые занимаются от начала до конца, всю цепочку от производства до реализации, которые включают себя. Только с помощью таких интегрированных структур мы можем достичь выхода нашей продукции на международные и межрегиональные рынки. Продукции класса «Эко» заинтересовались в первый же день выставки. Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между руководителями дагестанского предприятия и Екатеринбургского МК «Технотекс». Согласно документу, предполагается поставка оборудования для строительства в Дагестане комбикормового завода на сумму 75 миллионов рублей. Реализация проекта позволит полностью обеспечить предприятие кормами собственного производства. Также привлекла внимание и продукция махачкалинского мясокомбината. Иранские любят дагестанские породы, потому что дагестанская порода иранским породам почти одинаковая. Курдюсный вкус почти одинаковый. Из-за этого они больше любят дагестанское мясо. Потому что когда с курдюком, жир мало бывает в мясе. А когда без курдюк, это жир собирается в мясе. Очень хорошо, очень, очень. Когда он отправил Иран, Иран мне позвонит, очень вкусно, очень хорошо. Не запах, запах нету, очень вкусно. Да, самый хороший. Дагестан, мясо самое хорошее. Наверное, трава есть, ветер есть, погода хорошая, наверное. Три сорта сыра и джем из райских яблок привезли представители села Татляр Дербенского района и сыроварни Дпри Даггау. Им удалось своей продукцией заинтересовать несколько российских регионов. Мы решили до конца захватить весь рынок из-за качественных сыров. С маленькой иронией говоря об этом, но с другой стороны, с большой долей объективности. Вот перед нами три сыра. Один сыр молодой, ему 30 дней, камамбер. Другой томат, это смешанный сыр между козьим и коровьим молоком и гриер. Все три вида, это сыры, которые имеют максимально коммерческую, скажем так, ценность. Но самое главное, что он сделан из дагестанского молока и дагестанскими руками. Эти сыры, в прошлом году мы их не представили, потому что у нас не было такой индустриальной партии. А сегодня 3-4 территории России уже просят у нас по франчайзингу, что мы открыли у них эти сыроварни именно под тот ассортимент, который мы предлагаем. Поэтому, чтобы закрепить продукт, чтобы у него появлялись экспортные качества, чтобы появились качества распространения через нас, мы должны показать, что мы умеем его индустриально выращивать. Не 300-500 килограмм в неделю, например, а 5-10 тонн. И джем сделан из райских яблочек, выращенных в татляре. Великолепный джем, потому что камамбер французы всегда дают на десерт именно с джемом. То есть мы сыр не представляемся. Сыр джемов, как это может быть? Элементарно, вот они его берут на вилочку, мы макаем, как в Дагестане привычно. То есть это два разных продукта. Один в натуральном виде, другой используется вместе с этим джемом. Ну, я могу сказать так, что мы самые в этом плане счастливые в России, потому что никто такого качественного продукта себе позволить не может. В рамках выставки прошли десятки форумов и круглых столов. В том числе первый международный агропромышленный форум, где информативно и предметно обсуждались реализация и стратегия развития отечественного сельского хозяйства в ответ на глобальные вызовы. Представителям дагестанской делегации было о чем рассказать. Сельское хозяйство у нас развивается хорошими темпами. Значительных результатов мы достигли благодаря реализации федеральных и республиканских программ по поддержке мелиорации. Сегодня очень приятно присутствовать на мероприятии «Золотой осень». На этой площадке все сельхозтоваропроизводители, весь агропромышленный комплекс подводит в предварительные итоги текущего года, уходящего года. Поэтому и нам тоже есть чем похвастаться. На самом деле в этом году достигнут и значительные успехи, и результаты и по винограду, и по рису. Поэтому и с поддержкой Минсельхоза России, и с поддержкой Республики Дагестана, я надеюсь, и в дальнейшем у нас эти темпы будут только наращиваться. И более того, сегодня в краткой беседе, встрече полпреда президента Северокалказского федерального округа Матовникова, нового директора департамента мелиорации Сорокина Дмитрия Вячеславовича и заместителя председателя правительства Солома Самуходимовича, мы на ходу успели обсудить кое-какие наши вопросы. И я надеюсь, что дальнейшее сотрудничество принесет свои результаты. И на следующий год будем намереваться еще на больший результат, на лучший результат. Кроме того, в республике строятся десятки объектов по программе устойчивое развитие сельских территорий. Это школы, ФАПы, дороги, спортивные сооружения, объекты газоснабжения. Как мы знаем, на золотой осени 2019 года основным лейтмотивом идет программа комплексного развития сельских территорий. Основной день у нас завтра. Завтра будет обсуждаться на базе Сбербанка наша программа. И будет семинар, круглый стол, проводимый Министерством сельскохозяйства Российской Федерации. Мы приглашены все регионы и обсуждаем заключительные вопросы, связанные с разработкой новой программы. Как мы ранее упоминали, программа разработана и утверждена 31 мая текущего года. В настоящее время основные параметры программы уже утверждены, правила разработаны. Но основное направление данной программы – это современный облик сельских территорий. Он находится в заключительной стадии. И как раз завтра на обсуждении будут приниматься финальные заявки с регионов, после которых объявлен будет конкурс, в котором будет происходить отбор. Мы от Республики Тагестан представляем 4 района, у нас 4 заявки, весьма внушительные. В них предусматриваются строительства социальных объектов, инженерных объектов. И, как говорится, в ближайшее время, во время проведения отбора, будет ясно, какие из этих программ пройдут на следующий год. По предварительной информации, заявки от регионов уже превышают в два раза те средства, которые предусмотрены на 2020 год. Поэтому конкуренция будет жесткая. Достижение отрасли овцеводства Тагестана жюри высоко оценило тремя золотыми медалями. Высших наград удостоились СПК «Красный Октябрь» Казбековского района, СПК «Агрофирма ЧОХ» Гунибского района. Мы так смотрим, как комиссия проходит, и говорят, вот Тагестан, вот Тагестан. Опять выставляют свою прекрасную, экологически чистую продукцию. Мы везли продукцию овцеводства, шерсть, баранину, продукцию переработки баранины, эксперты дали высокую оценку. Я думаю, мы вернемся домой с медалями, с хорошими дипломами, и можем отлучить, поздравить наших церковных товаропроизводителей. Как обычно, украшение нашего павильона – солнечная ягода, виноград сортов Молдова, Агадая и Мускат Италия, хозяйство Татляр Дербенского района, СПК «Краснопартизанский» Сергокалинского района и Нововикрика Айкенского района. Также была представлена алкогольная продукция более 50 наименований. По итогам выставки у дагестанских переработчиков алкогольной продукции 25 медалей – 10 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых. 29 сентября текущего года приняли закон, подписан Путиным, закон номер 326. По этому закону уравняли всех по акцизам, то есть повысили акцизы для всех. Но для производителей вина из-за российского винограда – компенсационный механизм. Это очень хорошо подействовало на сегодняшний день. Люди увидели, что можно уже переработать виноград и производить инопродукцию. То есть на сегодняшний день уже переработано 124 тысячи тонн винограда. Это на несколько тысяч тонн винограда больше, чем в прошлом году. И переработка продолжается. По нашим прогнозам, эта переработка будет в пределах 125-26 тысяч тонн винограда. Проблема по реализации технических садов, можно сказать, что слетала уже. Также в этом году уже активно продается столовый виноград. Продаются ее уже в центральные регионы. Узбок Красно-Партизанский уже продал на сегодняшний день более 800 тонн винограда. Тогда как на прошлом году было продано в пределах 200 тонн винограда. Так что, когда закон уже поработает с 1 января 2020 года, это люди увидят, спрос на наш виноград достаточно повисится. И цена на виноград тоже будет высокая. Всего же по итогам выставки продукция республики была удостоена 72 медалей. 50 из которых золотые, 14 серебряные и 8 бронзовые. Логическим итогом является количество медалей, которые наши сельхозтоваропроводители завоевали. Гран-при, который получил Министерство Сельского хозяйства Республики Дагестан и правительство. Ну и, конечно, тот объем контрактов, который мы заключили. В этом году, как никогда, мы поработали с экспортерами и импортерами продукции. Более чем на 1,6 миллиарда рублей мы заключили контактов с иранскими партнерами на поставку мяса бараньями. Более чем на 500 миллионов рублей заключили контактов на поставку мяса птицы в Азербайджан и в Киргизию. Заключили соглашение о поставке к нам кормового завода. Сейчас порабатываем вопрос заключения соглашения с рядом регионов Российской Федерации о сотрудничестве. Так что принцип позитив большой. Я очень благодарен нашим аграриям. Сегодня я еще раз хотел бы в День работника сельского хозяйства, в преддверии Дня работника сельского хозяйства, поздравить всех аграрий в Республике Дагестан, всех аграрий страны, пожелать всего самого хорошего, всех благ, пожелать новых трудовых успехов, с тем, чтобы мы и дальше могли радовать наш народ и наше население качественной сельхозпродукцией. Задача дагестанской делегации – рассказать о достижениях нашего сельского хозяйства. Какой богатый урожай фруктов и овощей мы собрали, сколько мяса и молока переработали. Но, конечно, для нас не менее важно и показать культуру нашего многонационального народа. И это мы можем сделать в том числе и при помощи национального костюма. Национальный колорит во всем. Подарочный чай, видимо, трешек-марьяшек, джуратки на почетном месте, само собой, папаха с возможностью сделать селфи. Ну и, конечно же, зажигательные танцы. Все это – золотая осень на ВДНХ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...